Сотрудники Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией в понедельник поздно вечером произвели обыск в кабинете начальницы квартирного управления департамента по уже личным вопросам окружающей среди Рижской дома Арии Стабине. Сама чиновница сегодня на работу не явилась, дома не ночевала, а ее телефон отключен, поэтому думцы выдвинули предположение, что она задержана. Не внес ясность в этот вопрос и начальник бюро по предотвращению борьбы с коррупцией Ярослав Стрельчонок, который лишь указал, что в связи с возможной коррупцией задержаны несколько должностных лиц Рижской думы. Более подробной информации он не предоставил, в том числе и о том, помещен ли кто-то под арест, по какой статье возбуждено дело, изъяты ли какие-нибудь предметы. При этом он опроверг прозвучавшей информацию о том, что обыски проведены ночью. На данном этапе проводятся разные процессуальные действия для того, чтобы закрепить доказательства, в том числе есть задержанные. Порой не от следователя зависит, когда и где проводить процессуальные действия. Взятки не всегда даются в прилюдных местах и при дневном свете, скажем так. Стараются, чтобы было максимально без свидетелей, и это не рабочее время. Мэр Ригини Лушаков сегодня на специально созванном пресс-брифинге подтвердил факт обыска в кабинете Стабини, но указал, что ему пока неизвестно, в чем именно подозревается чиновница, и могла ли она обойти систему предоставления жилья в столице. Есть лишь версии. Стабини могла требовать дополнительную плату от людей, у которых подошла очередь на квартиру. Еще одна возможная версия – подделка документов. В любом случае, уже завтра в управлении будет начата комплексная проверка. Мы проверим сначала все вот эти 150 случаев, потому что они получаются теоретически именно в той самой зоне риска. После этого будут проверены, это потребует примерно месяц. Еще примерно полтора месяца уйдет на то, чтобы проверить все оставшиеся квартиры. Там будет проверка, которые выделялись, не такая тщательная, потому что в случае со 150 квартирами, которые выделялись, не очередь. Мы будем проверять все, включая подписи, печати, не было ли вот даже на таком уровне подделки. Параллельно будет проверка всех тех, кто зарегистрировал на очереди. Обыски в Рижской думе не могут иметь политического подтекста, так считает политолог Ивар Иепс. По его мнению, если целью обысков является дискредитация мэра столицы Нелушакова, их бы провели непосредственно перед муниципальными выборами. Если мы вспомним, сколько вообще было скандалов, в том числе и таких скандалов, которые заканчивались посаженными людьми и уголовными делами и так далее, мы посмотрим, что этот случай далеко не первый и всегда происходил, а в этом нет ничего такого страшного, скажем, ужасного. А что касается именно возможных влияния их на КНАБ со стороны каких-то политиков, если бы у них действительно была такая возможность, они бы это сделали немножко попозже, потому что, извините, сейчас сентябрь, а выбор будет в июне следующего года. Перед тем, как осуждать открытие в Латвии памятников защитникам от оккупации в Бауске, Москве следовало бы вначале рассекретить информацию о событиях в Литоне, убийствах в Балтезерсе и центральной тюрьме, репрессиях, депортациях и последних двух годах жизни президента Латвии Карла Солмейса. С таким призывом к посольству России в Латвии обратился депутат нацобеденения Весу Латвии Янис Домброва. Напомню, посольство России в Латвии накануне категорически осудило установку памятников в Бауске бойцам полицейских батальонов АФНСС. Напомню, что мировое сообщество решительно и ясно осудило любые формы прославления нацистского движения, в том числе бывших членов организации в АФНСС. В свою очередь, по словам Домбровы, России следовало бы признать факт оккупации и совершенные репрессии и постараться исправить последствия этой оккупации. Только в этом случае у России появится право указывать другим странам, что делать. Конец цитаты. Вся отрасль высшего образования в Латвии получает от государства более 215 миллионов латов в год. Ректоры вузов боятся в результате реформ потерять часть денег. Так считает Роберт Киллис, министр образования и науки. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Болтком». Министр отметил, что деньги необходимо вкладывать только в самые качественные программы. В разных вузах, по-разному учат, мы смотрим, где лучше. Вот пять докторанатур. Естественно, есть какая-то докторанатура, где лучше это делать. В Латвии не надо пять докторанатур в педагогии. В Швейцарии вообще 12 мест в общем, где докторанатур существует. В Швейцарии. У нас уже пять педагогий, не говоря об других отраслях. Значит, это надо как-то консолидировать. Вот это и есть смысл. А консолидировать проще и с стандартами, и с деньгами. То есть стандарты не выполняешь, извини, наверное, надо закрывать докторатуру. Другая вещь, деньги идут только в качественные, самые качественные программы. Роберт Киллис отметил, что впредь деньги будут выделять не всем вузам, а только тем, которые обеспечивают высокое качество обучения. Киллис прогнозирует, что когда в правительстве будут поданы реальные предложения, будет больше шума, нежели сейчас, потому что деньги большие. Кроме того, министр предположил, что ректоры боятся оценки международных экспертов. Вступление Латвии в еврозону выгодно только правящей элите и шведским банкам, поскольку первые, цитирую, нахватали кредиты в евро, а вторые вложили огромные активы в недвижимость. Об этом в интервью радиостанции «Болтком» заявил глава Союза журналистов Латвии, доктор географических наук и еврореалист Юрий Спайдерс. У нас очень негативное отношение к вступлению в еврозону. У нас вступление только элита, которая нахапала кредиты миллионов. Они платят кредиты в евро. Они платят евро. Если не вступим в еврозону, или нас не возьмут, и тут что-то еще с валютой будет. Они же банкроты. Им вступать в еврозону. То есть это личная выгода такая? Это личная выгода. Председатель Центрального банка нахапал кредиты в евро. Понимаете, вопрос, кстати, закон о предотвращении конфликтов. К нам должны хватать людей, которые так поступают. А у нас сплошь и рядом. Мы в еврозону и с огромными еврокредитами, то есть личными. В свою очередь, как ранее заявил премьер Валдес Домбровский, с аргумента против вступления Латвии в еврозону, не имеют экономического обоснования. По его словам, латвийцы не очень положительно относятся к введению евро, поскольку повсюду звучат слова о кризисе еврозоны. Лаборатория Касперского представила новые версии продуктов для домашних пользователей интернета. Оптимальное защитное решение Касперский интернет секьюрити 2013 и антивирус Касперского 2013. Решение для базовой защиты компьютера. В связи с постоянно меняющимся характером угроз, особое внимание в обновленном Касперский интернет секьюрити уделено защите личных данных пользователя при совершении покупок в интернете, а также любых банковских операций онлайн. Руководство Рижской думы сегодня открыло в Рижской первой больнице четыре реновированных объекта. Приемное отделение, кабинет ангиографии, а также 9-е и 14-е отделение дневного стационара. Работы по реконструкции и реновации помещения были начаты в июле 2010 года. За два с небольшим года были разработаны проекты, произведены строительные работы, а также закуплено и установлено медицинское оборудование. Общие инвестиции в проект превышают сумму в 1 миллион латов. Из них еврофинансирование составляет более полумиллиона, финансирование Рижской думы более 300 тысяч латов, больница на реновацию выделила более 119 тысяч. Мэр Регини Лушаков на этой неделе на экспериментальной основе будет пользоваться для служебных поездок электромобиля. У Шаков сегодня получил в свое распоряжение электромобиль Nissan Leaf, на котором он будет ездить три дня. В интервью Микс ТВ мэр столицы сообщил, что Рижская дума грядущей зимой пересядет на электромобили, чтобы протестировать их в максимально жестких условиях. Кроме того, он отметил, что электромобили сейчас покупать крайне выгодно. Вот на это сейчас три дня буду я ездить туда, куда нужно по работе эти три дня. А когда возьмем на зиму, мы будем максимально использовать, чтобы ездили все. Не потому что, чтобы всем дать возможность, что тоже важно, а просто чтобы проверить в очень жестком режиме использования. Напомню, не так давно предприятие «Рига Сатекс» получило пять электромобилей, которые будут использоваться для нужд содержания автостоянок. Электромобили, взятые в аренду на пять лет у финской компании, ежемесячная плата за каждую машину составит 480 латов, что на 80 латов меньше содержания обычного авто. На этой неделе в европейских, в том числе и в нескольких латвийских городах, проводится ежегодная Европейская неделя мобильности. Именно этому событию была посвящена сегодняшняя пресс-конференция, прошедшая в неформальной обстановке у лодочного причала на бастионной горке в Риге. В этом году неделя мобильности проводится под девизом «Развивайся в правильном направлении». Ее цель – повысить ответственность обществу за окружающую среду и популяризировать здоровый и активный образ жизни. Кульминацией недели мобильности в Риге станет «День без машин» 22 сентября. Организаторы призвали поддержать акцию и оставить хотя бы на день своего железного коня дома. Вместо этого все рижские автоводители в субботу 22 сентября смогут бесплатно воспользоваться любым общественным транспортом. Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, достаточно предъявить водительское удостоверение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова